Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика пустые баночки. Итак, поехали! Целый пакет, много всего интересного. Давайте по порядку. Давайте начнем с бытовой химии. Итак, первое, что покажу, это вот такой вот кондиционер Leon. Это бюджетная их линейка, именно вот это вот. А Leon это вообще японские кондиционеры, написано с длительной 3D защитой от неприятного запаха, натуральный аромат луговых цветов. У него действительно приятный аромат, он совсем практически не выражен на сухом белье, делает белье мягеньким, знаете, вот так вот разнообразить можно. Но в Фоберлик кондиционеры лучше, и Leon Aroma Rich тоже лучше. Вот эти они вообще стоят бюджетных, на скидках можно взять просто за копейки, но прикольненькие такие, ничего себе, такие хорошенькие кондиционеры. Дальше у нас с вами еще один кондиционер, вот такой вот гипоаллергенный. Это бренд, как он правильно называется, не знаю, Диацит Био. В общем, по-моему, он есть в магнит косметики, я там его выбрала, если я не ошибаюсь. Цветущая сахура, антистатический эффект, придает мягкость, облегчает глажку. 50 стирок, 1 литр якобы, но я наливала гораздо больше, потому что с такой дозировки, как здесь рекомендовано, он белье не смягчал. Поэтому расход большой. Это стирок на 15, а не на 50 никак. Буду ли повторять? Нет, не буду повторять. Из флакона очень приятный аромат, действительно, знаете, такой цветущий. Сакуры цветов каких-то красивых, экзотических. Но по факту мне не понравилось. То есть все равно хуже Фаберлик. Сравнивала, сравнивала и прекратила свои все вот эти манипуляции. Кондиционер Ева от Грасс тоже ниже средненького. Тоже хуже Фаберлик. Я все сравниваю с Фаберлик, потому что там и дешево, и сердито, и так, как надо. И аромат насыщенный, если хочешь, не хочешь насыщенный, берешь другой. А тут вот без фосфатов написано. Здесь тоже 1,8 литра, 8 стирок. И тоже добавляла его гораздо больше. То есть стирок на 20, на 25 мне этой бутылки хватило. В принципе, смягчал с такой повышенной дозировки неплохо. Аромат приятный. Вот этой синей бутылочки действительно приятный. Он приятный, он на мокром белье хорошо выражен, на сухом послабее. Средненькие такие кондиционеры. Не могу вам сказать вау. Леона Рума Рич, вау. Фаберлик, вау. Вот эти такие среднячок. Так, дальше почему пройдемся. Все хаотично прям достаем. Увлажняющая мицеллярка. Это у нас с вами Планета Органика. Брала, по-моему, на сайте Рандеву. Хорошая, девчонки, мицеллярка. Объем 400 мл. Цена, по-моему, тоже была прям... Нет, я брала ее на Озон. Тогда была акция как раз мицеллярка, патчик, лава кока. Вот они у меня тоже дальше будут. И выходила совсем бюджетно. Там 2 по цене, 3 по цене 2. 1 плюс 1 равно 3. Там сейчас часто такие акции бывают на Озон. Именно на продукцию Планета Органика, Агафья. Вот такие вот бренды. Поэтому вот за соточку, за 150 рублей можно взять. И мицеллярка неплохая. Не щипала глазки, не раздражала. Как бы все нормально. Дальше. Сухой шампунь от Прелесть. Как-то мне девочки посоветовали, сказали, что ничего себе такое. За 200 с чем-то рублей 2 флакона, помню, урвала на вал. Берес по великим скидкам. Мне не нравится. Мне совсем не нравится этот сухой шампунь. Вот доиспользуйте все. Вот если Фаберлик среднячок, лучший для меня Батист. Но он сейчас стоит, как космос. Фаберлик для меня на втором месте. Вот этот на 45. Очень странный продукт. Не знаю. Можно убрать жирность корней. И можно убрать жирность корней. Но при корневого объема совсем не создается. И волосы все равно как-то выглядят не свежие. Но тут как бы каждому свое. Кому-то понравилось, а мне не понравилось. Все возможно. Так, у меня тут от Исана несколько продуктов. Несколько продуктов германского бренда. Была рассылка. Так, сейчас все постараюсь найти. И мне приходила от ДМ Косметик. Рассылка была. Вот такая вот паста мятная, классная. Не знаю, где она есть на просторах интернета. Есть на Валберис или на Азон. Чувствительность зубов эмали не повысила. Паста классная. Она так и называется. ДМ, ДМ Косметик. Это германская продукция. От Исана. Вот такой вот крем для рук. Классный тоже был в рассылочке с медом. По-моему, если я не ошибаюсь. Вообще здесь по-русски ничего нет. И я уже забыла, с чем они. Очень классный. Понравился. Я им и ступни мазала, ножки и ручки мазала. Вообще великолепный. И вот такой вот дезодорант от Исана, который совсем не понравился. Потому что, когда ты им пользуешься, у тебя дома все задыхаются. Просто вырви глаз. Просто. Он, конечно, приятно пахнет. Но он слишком ярко выраженный. Он вот даже вот хуже, чем Деомика. Дезодоранты, да, от которых задыхаешься тоже. От них прям такое вот облако, что перестаешь дышать. Легкие перестают функционировать. Вот здесь такая же тема. И вот, кстати, на Озон, да, по акции еще Organic Kitchen, масочка. Натуральная пробуждающая экспресс-маска для лица. Против следов усталости. Кстати, очень понравилась. Понравилась почему? Она немножечко по эффекту похож на мою любимую Агафью. Вот эту экспресс-маску, которая холодит, сгоняет отеки и так далее. Вот эта маска сама по себе, когда на лицо наносишь, тоже прохладная. Она прям прохладно, она охладит. Только там, если кремовая больше текстура или такая полугелевая, здесь гелевая. Плотный такой гель, который охлаждает, тоже очень круто. Тонизирует. Именно тонизирует. Вот на утреннее применение прям понравилось. Тонизирует, сгоняет отеки, выравнивает тон лица. Поэтому маска понравилась. Счет на того, что на меньше 100 рублей обошлась. И где-то по акции за эту же сумму обошлись от Organic Kitchen. Вот такие патчи от Клава Коке. То есть вообще копейки тоже. 60 штук на Озон. Нормальные, обычные патчи. Вот средничок. Каких-то чудес не творят, но освежают. В холодильнике, когда хранишь, а я все патчи храню в холодильнике, холодненькие, наличка, как бы все здорово. Не скажу, что там они что-то разглаживают. Супер-пупер. Нет. Но они стоят, простите меня, совсем-совсем дешево. Вот еще одни патчи у меня от Zazum. Это совсем бюджетный бренд. Его на Valberis можно за сотку тоже было взять. Сейчас не знаю, уже давно на такие не смотрю. А, крышка, а не убегай. Это прям очень бюджетный бренд, но в то же время обычные нормальные патчи. Тоже так вот нормальненько. Так разглаживают, тонизируют кожу под глазками. Холодные. Я вот, знаете, мне кажется, патчи у меня работают только потому, что я их в холодильнике храню. То есть холодные достаешься, отеки сгоняются, разглаживается, и все. И все здорово. И кожа тонизируется. А сами по себе, скорее всего, ни о чем. Так, дальше. Закончился вот такой вот шампунь от Marty Derm. Небюджетный. Это с рандеву. И он у нас как бы антивозрастной. Рассчитан как раз на возрастную кожу головы, как придумают. Против выпадения антиэйдж. Плотность, блеск, объем и сила. Вот не понравился от слова совсем. Блеск, возможно, есть. Плотности 0, силы 0, объема 0. И еще бывало вызывал зуд кожи головы. Но здесь все индивидуально. Не понравился. Так, дальше. Вот такая пенка от Клеона тоже брала на рандеву. Очень дешевая. Брала из-за того, что здесь есть щеточка. Но, по сути, я ей потом в конце так и не пользовалась. Пенка для умывания для всех типов кожи, в том числе и чувствительной. Пенка сама по себе очень комфортная. Очень хорошо очищает. Здорово, что здесь есть вот эта щеточка. Как бы кто не пользуется какими-то другими гаджетами при умывании, это очень удобно. Она мягкая, силиконовая, деликатная. Она снимается. Ее можно промывать как бы. И сама пенка очень неплохая. С учетом, что здесь у нас позиционирование как бы даже на эко-продукт очень неплохая. Вот как раз и моя любимая маска от Агафьи. Вот эта самая любимая на утро. Та вот на втором месте. Экспресс-маска для лица соезжающая. Они есть и в магнит-косметика, есть на маркетплейсах. Чаще всего тоже бывают дешевле на А-зон по акции. Дешевле 100 рублей за 90 с чем-то. Вот прям можно взять. И здесь ну раз на 10 точно минимум. А так если тонким слоем, то и на 20. Маска обалденная. Пощипывает. Кому-то этот эффект не нравится. Покалывает даже. Холодит местами. Но круто подсгоняет утренние отеки. Выравнивает тон и тонизирует. Мой любимый лак для волос Тафт. Пользуюсь им редко. Поэтому мне такого баллона хватает практически на год. Раньше часто делала начес. Сейчас начес вообще не делаю. И поэтому и лак-то в принципе и не использую. Чего мне фиксировать. Нечего. А когда надо, то только Тафт. Уже много-много лет. Ну лет 7 точно. Я пользуюсь только им. Для меня это идеальное соотношение цены и качества. И как здорово можно с ним создавать прикорневой объем. В общем все отлично. Очень его люблю. Едем дальше. У меня тут еще патчи и еще. Так. Это у нас с вами консли. Это китайский по-моему бренд, если не ошибаюсь. А может быть и Корея бюджетная. Забыла. У меня от консли много чего было. Я все время путаюсь. Здесь никакой информации нет у нас. А, Корея. Это Корея написано. Да, консли это Корея. Это бюджетный бренд. И патчи у них достаточно бюджетные. Кстати, очень хорошо работают. Даже без холодильника. Разглаживают, выравнивают. Вот консли прям понравились патчи. И они такие, знаете, прям коллагеновые. Коллагеновые. То есть чуть-чуть их задело. Они могут даже порваться. То есть вот складывается такое ощущение, что это натур-продукт. Достаточно безопасный. И работает тоже хорошо. Так. Закончился у меня вот такой скраб сода от Белиты. Белорусский производитель. Закос под Корею. Для глубокого очищения лица. Неплохой продукт. Поэтому и повторилось. Сейчас второй стоит в использовании. Гелевая текстура с обильным количеством мелких содовых частичек. Которые могут и поцарапать кожу. Но опять же, все зависит от нас. Как пальчиками надавливаем, как умываемся. Такой как бы эффект и будет. А так чистит на ура, конечно. Чистит на ура. Продукт бюджетный. На скидках тоже. На Валберес, на зон можно взять дешево. Дальше. Энзимный пилинг для лица. Комплимент. Вот вообще не пилинг. Вот вообще не пилинг ни разу. Хотя здесь в составе, по-моему, фруктовые кислоты. Нет даже АХ кислоты. И гиалуроновая кислота. Для сухой чувствительной склонной к расширенным капиллярам кожи. Но может быть поэтому надо попробовать какой-то другой. Не для чувствительной кожи у них пилинг. Но это не пилинг. Это маска. Которая, в принципе, неплохо очищает. И даже увлажняет кожу. После нее не сухая. Это кремовый продукт. Белый, просто кремовый продукт. Кислот, скорее всего, если посмотреть на состав, который они на упаковке почему-то не пишут. Не, представляете, на упаковке состав не пишут. Прям все под грифом секретно. Он, скорее всего, кислота, скорее всего, где-то прям вот в самом-самом низу. То есть ее совсем мало. Поэтому даже вот этот вот энзимный кислотный пилинг могу на лето рекомендовать. Но кожа после него выглядит неплохо. Но это не пилинг. Это маска. Так, дальше. У нас с вами от Аравии рассасывающая маска с поросуживающим эффектом. Вот такая. Артикул 6327. У Аравии есть артикулы, поэтому вот на всякий случай называй. Может, кому-то надо. Средненький продукт. Я считаю вообще, что мне интересно было попробовать бренд Аравия. Посравнивать его с другой косметической продукцией. Я считаю, что это посредственно средненький такой. Бренд со средненькими составами, со слабеньким действием. И у них очень сильно завышена цена. Для качества такого. Вот это мое мнение сложилось в принципе о целом бренде. То есть эффекты очень слабенькие, скромненькие. А ценник вот прям порой мама не горюй. Можно, конечно, на акциях. Вот на Яндекс.Маркете бывает взять по скидкам. Но у меня рука не тянется. С поросуживающим эффектом не заметила. Вот вроде как неплохая тоже кремовый продукт. Неплохая масочка. Кожа после него увлажненная. Вроде как и очищенная. Но чтобы прям сузились как-то конкретно поры. И что она рассосать должна. Но опять же, у меня нет проблем. На лице они крайне редко возникают. Там раз в полгода один прыщик. Чтобы я посмотрела, как что там оно рассасывает. Поэтому я не повторю. Гель-пенка детская для купания. Авокадо от Белита понравилась. Вы знаете, понравилась хорошая гель-пенка для детей от 3 лет. Удобный дозатор. Стоит дешево. Пахнет вкусно. Пахнет такой грушей. Груша авокадо что такое? Сочненькая, зелененькая. Аллергических реакций не было. Поэтому смело могу порекомендовать. Дальше у меня детский защитный крем под подгузник. Лапочка. Лапочка вообще классный бренд. Я вам уже про него рассказывала. Они выпускают за смешные деньги, за сотку. Эмоленты. Эмоленты, которые работают. Я не знаю, как у них это все получается. Вот сто с небольшим рублей. Содержит Депантенол. И под подгузник крем, и крем эмолент. У них приблизительно одинаковая цена. Это еще прошлая версия. Сейчас у них упаковки обновились. Белая тоже баночка, только синяя надпись. Рекомендую. Крем под подгузник. Использовались, знаете как, сыпь. Сыпь была у детей. Это была вирусная сыпь. Давно уже была, в начале лета. И вот типа циндола. Все подсушивает идеально. Все подсушивает идеально. Убирает покраснение, шелушение. Классная штука. Мне кажется, на лицо у кого высыпания бывают. Там еще что-то. На любые прыщички прям вообще огонь. Потому что как бы подгузники мы уже не носим. А крем куда-то надо было расходовать. Крем для ног от Гималая. Приходил в составе набора. На Валбере заказывала два крема для рук. И крем для ног было бюджетный. Крем для ног прислали просроченный. Но несмотря на это, восхитительный продукт. Вот прям смело могу рекомендовать. Ножки потом гладкие. Как будто вы там, я не знаю, их отпеленговали, отшлифовали. Очень классный крем. Очень понравился. В нем, конечно, море силикона. Потому что прям вот когда только нанес, можно скользить. Надо быть аккуратнее. Посидеть где-нибудь, чтобы впитался. Классный. Здесь куркума в составе. Мед. Пашетник. Разглаживает кожу на растрескавшихся пятках. Вот вообще трещинки. Сухость. На ура. Рекомендую попробовать. Не знаю, есть ли он фикси. Гималая вообще фикси. В Галамарте бренд представлен. На маркетплейсах точно есть, но там дороже. Так, дезодорант. Не знаю, как правильно называется. Бренд. Вианн, наверное, да, вот эти, которые с квасцами. Пользуемся всей семьей. Девчонки, всем очень нравятся. 100% натуральный дезодорант с квасцами. Вот такой вот розовенький у меня закончился. Почему-то у него вот другой был флакон. Но, тем не менее, шарик здесь побольше, чем в классических дезодорантах. На ура просто запах пота. Вообще вот будешь носом утыкаться в подмышку, не почувствуешь. Муж пользуется мужской взяла. Дочь пользуется сейчас на лето взяла и себе. Уже не раз повторяла покупку и буду повторять. Вот мне прям зашли очень крутые дезики. И вроде как безопасные. Так, любимочка моя тушь Volume Lashes зелененькая L'Oreal. Вот она у меня, собственно говоря, сейчас на ресничках во два слоя. Опять я к ней вернулась. То у меня Фуберлик, то у меня она. Но все-таки сделала вывод, что так как она не подкручивает, конечно, ни одна тушь. Это просто восхитительно. У меня ресницы вообще сами по себе прямые. Вот так вот смотрят. Прямо аж вот так. Они у меня, в принципе, достаточно густые. И длина есть природная. Но они прямые. И то есть, чтобы их подкрутить, это надо постараться. У меня тут какой-то чип и произошло. Кисточка вот такая вот силиконовая, изогнутая. И вот идеально ставит с первого слоя. Просто у меня ресницы достаю до неподвижного века моего. Нависшего. Они прям достают. То есть, вот, идеально подогнуты. Вот просто идеально. Ни одна тушь больше у меня так реснички не подгибает. Может в процессе отпечатываться, вот когда жара, прям вот один где-нибудь следочек. Один маленький. А может и не отпечатываться. У меня по-разному. Неделю могу ходить не отпечатать, потом где-то раз и все. Наношу в два слоя. Вообще, счастью моему, нет предела. Объем, длина, эффект вау. Третий слой, если нанести. Вообще хлопай, ресницы мне взлетай. Класс. Сыворотки три штуки. Так, первая у нас с вами от Катрис. Тоже была в рассылке. Вот такая вот сывороточка оранжевая. Пятипроцентная гликолевая кислота. Очень понравилась. Вот очень понравилась. Добил ее еще весной. Давно лежит пустая баночка. Давно у нас с вами этой рубрики не было. Очень понравилась, девчонки. Прям вот кислотный уход на ночь. Прыщечки, если какие-то высыпания есть, все с утра сразу подсухает, приходит в норму. Вот прям хороший, достойный кислотный уход. Сыворотка понравилась. Дальше. А, это у меня стоп анихолизис. Слушайте, тут тоже в пустых баночках завалялся. У меня есть ролик, где я рассказывала про анихолизис ногтей. И вот это средство я брала то ли на Валберестоле на Озон. Джорджо Капачини написано тут вверху бренд. Рабочий продукт. Вот я с помощью нее и еще других средств вылечила себе анихолизис на ногтях. Поэтому вот такая вот она. Не знаю, как вам показать, чтобы вам не бликовало. Вот так называется стоп анихолизис. Запоминайте флакон, у кого такие проблемы есть. Сыворотка от Аликс Скин, небюджетный совершенно продукт. У них вообще бренд небюджетный, но очень круто работающий. Поэтому покупать или не покупать, смотрите сами. Классно увлажняет. Есть лифтинг эффект. Кожа после нее упругая. Потрясающе хорошая сыворотка, но не дешево. Так, дальше что у нас здесь с вами. Дальше одна из любимок по уходу за волосами. Это Лабиастетик. Вот такой вот шампунь. Лонг Хайр. Это шампунь для объема. По-русски сейчас найду, если прочитаю здесь. Защитный мицеллярный шампунь для придания объема. У них вот эта серия. Есть шампунь, есть бальзам. Есть потом несмывашка еще. Великолепный. Но тоже совсем не бюджетно. Брала на рандеву. Очень классный. Но хочу сказать. Вот сейчас мой любимый ладоровский зеленый шампунь лучше. И стоит подешевле. Даже чем вот эта маленькая баночка. Хотя вот эта тоже создает крутой объем на волосиках. А если всю серию вкупе использовать, то волосы будут мега ухоженными. Объемными. Ну, прям вот такой вот профессиональный уход. Классная серия. Так, у меня здесь еще одна парфюмерная пустышка, которую у меня бывают крайне редко. Потому что постоянно пользуюсь. Это Гуччи 288. Как правильно парфюм, не помню, называется. В общем, классный. Все, что касается педипериш. Депари. Точнее, сейчас они себя называют. Все классное. Все рекомендую. Все суперское. Ароматы классные. И вот раздобило, значит, этот вообще в душу запал. Гуччи. Ссылку оставлю вам в описании. И тогда и промокод на скидку 10%. Даже сейчас еще, наверное, работает промокод на скидку 20% лета. Поэтому присмотритесь. Очень бюджетно. 15 мл. Можно вообще на штукарь себе 5 парфюмов набрать. Так, это Масил. 8 секунд. Вот такая вот розовая. Розовый филлер. Смешиваем пополам с водой. Наносим на волосики. Мне вот этот розовый понравился больше, чем голубой. Розовый, по-моему, если я не ошибаюсь, он у нас как бы больше объемчика придает. Здесь тоже по-русски ничего нет. Понравился. И на Ксюшке пробовала. Вот волосики такие хорошенькие. Волосики становятся плотнее. Вот это 100%. Что от этого филлера можно ждать? Гораздо плотнее становятся волосики. Это очень круто. И гладенькие, разглаженные. Все кончики разглаженные, но без потери объема. Вот это вот в Масил понравилось. Но не могу сказать, что это какой-то дикий восторг. Я прям хочу повторить. Но попробовать стоит, малышке, вот эти взять. Потому что, может быть, для кого-то это прям будет спасением для волос. Фокалер. Очень прикольный косметический бренд. Китайский. У которого достаточно адекватные цены. Очень хорошее качество. Мне прям многое нравится. Практически все, что я у них пробовала. Это матовая помада. Смотрите, какие у них кисточки прикольные. Очень красивый цвет. Долго искала, но сейчас они эту помаду не выпускают. И я прям так хотела ее взять. Потому что, девочки, она на губках бархат. Она просто бархат. Вот у нее текстура, как будто, я не знаю, у тебя лепестки рост твоих губк касаются. Она такая красивая, медовая. Разглаживает все морщинки на губках. То есть, вроде как кремовая, но по факту матовая. И она невероятно бархатистая. Вот не знаю, как передать. Наверное, самая бархатистая из всех помад, которые я когда-либо пробовала. Не нашла вот эту, вот именно вот эту помаду. У них сейчас другие есть. А очень хочется, на самом деле. Если где видели, мы их нити. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Все ссылочки полезны, как всегда в инфобоксе. Всех любят. Всем пока-пока.